Добрый вечер, Виктор. Спасибо, что пришли время, вышли к нам в эфир. Я очень сейчас, мы говорили с Георгием минутами ранее о доносах, которые участились, которых сейчас стало очень много и много историй приходит из регионов, из столицы, когда соседи, ученики, родственники доносят в ведомство на своих родных, на своих учителей за их антивоенную позицию. И вот как раз я хотел начать с этого вопроса, на ваш взгляд, как человека, который очень, как мне кажется, тонко чувствует общество и в своих трудах это отображает. Скажите, вы как к этому относиться, как вы это воспринимаете, почему это происходит? Почему мы вернулись в эти времена доносов и стукачатся друг на друга? Мы не вернулись, нас вернули. Собственно, главная тема, которую я повторяю по разным поводам, миром рулит норма. Любым обществом рулит норма. Большинство всегда внутри нормы. Снаружи от нормы, с одной стороны, Чикатило, с другой стороны, Академик Сахаров. Но внутри есть некоторая норма, которой все подчиняются. Она выстраивает людей. И норму меняет элита. 140 миллионов человек, у них не может быть единой этики. Какой-то магнит задает рисунок этой стружки. Какой-то магнит. Эта элита задает правила. И, собственно говоря, в этом и загвоздка, кто будет элитой страны. Какие правила будут нормой для миллионов. И вот мы видим, что в течение, собственно, 20 лет идет растление страны. И вещи, которые для этих же самых людей были немыслимые еще 10-15 лет назад, абсолютно нормальные сегодня. Это те же самые люди. Это ведь те же самые люди, которым 20 лет назад было бы стыдно быть прямыми доносчиками. Но это всегда было стыдно. Доносчику первый кнут, говорит подсловица. Но вот видите, другая норма. Неясняется, что можно. Еще не то можно. Страна Томаса Мана превращается в страну Йозефа Геббельса за 3-4 года. И мы тоже проходили это, причем в обе стороны. И изменилась норма. Не изменилась, повторяю. Ее меняют. Ее меняли и меняют. И после 24 февраля, естественно, угол падения увеличился довольно заметно. Виктор Анатольевич, для вас этот аргумент часто используют люди, какие-то кремлеботы. Но мне хочется все-таки послушать ваш ответ, как человек, обладающий творческим мышлением, здравым смыслом и всем таким. Скажите, пожалуйста, вот где находится та грань между доносом и, не знаю, и заявлением в МВД о каком-то реальном преступлении? Как отличить буквально донос, из-за которого человек несправедливо посадит, от заявления, не знаю, в Федеральную антимонопольную службу по поводу некорректной закупки? Смотрите, какая простая вещь. Закон и право теоретически должны совпадать. Ну, так, теоретически. В какой-нибудь условной Дании или Финляндии, да, вот закон почти что равен праву. Не может быть антиправового закона, потому что его выбирают избранные люди, избранные своими избирателями для того, чтобы сделать их жизнь лучше. Поэтому белое-белое, черное-черное, и закон должен отражать право. Он не может в тоталитарном государстве, в гитлеровском, в сталинском, в гитлеровском государстве все делалось по закону. Христа распяли по закону. Да, все делалось по закону. Не сомневаюсь, что в Северной Корее все, что происходит, оно по закону. Там такие законы. Законы, которые не имеют никакого отношения к праву. Так вот и ответ. Если закон равен праву, и гражданин выбирал эту власть, которая создавала эти законы, то гражданин совершенно нормально сигнализирует о нарушении закона. Он вместе с обществом и государством составляет нечто единое, более-менее целое. А в нашем случае зазор, сначала это был зазор между правом и здравым смыслом, так сказать, и законом. Сейчас уже под углом 180 градусов. Ну, там, да, я иностранный агент. Вокруг меня нет ни одного уже приличного человека, который не стал бы иностранным агентом, там, предателем Родины. Предателем Родины, иностранный агент, маргинал, это сегодня для меня означает нормальный человек. Это человек, который находится под углом 180 градусов к нынешнему применению закона. И Кадыров – это элита, да, а Навальный, Яшенко, Рамурза – уголовник. Все понятно. Все понятно. Все под углом 180 градусов. В этом случае человек, который выступает на стороне государства, он выступает против права, против здравого смысла, против добра. Это довольно очевидно. Когда-то я говорил, тест такой был. Вот это просто тест. Вот бежит человек от полиции. Вот кто-то убегает. Будешь ли ты его ловить? Я в какой-то момент понял, нет, не буду. Я не уверен. Может быть, он убийца, за которым гонятся замечательные полицейские, которые стоят на охране моего здоровья. Но с большой вероятностью я точно знаю, что полиции нет, а есть менты. И что человек, бегущий от стражей порядка, может быть совершенно лишний нормальный человек. И, так сказать, по крайней мере, я в этом не участвую, как минимум. Это тест на, так сказать, на гражданское общество. У нас его нет. Мы против государства. Государство и мы находимся на противоположных позициях. Виктор, слышно нас? Немножко на секунду пропали. Мы находимся в разных позициях. Очень правильно я с вами согласен. И про иностранные агентства тут нас тоже не удивить. Мы тоже, я, по крайней мере, мы с вами на одной иноагентской волне. Я, если серьезно, хотел еще спросить у вас, помогите нам и нашим зрителям разобраться. Вот какое-то очень непростое время. Реально сейчас оказались на пороге многих-многих, чуть ли не то, что локальных конфликтов, уже каких-то больших войн. Мы видим, что творит Путин в Украине. Мы видим, что мир был чуть ли не на пороге Третьей мировой из-за событий с Китаем, Тайванем. Мы видим опять Азербайджан с Арменией. Мы видим Косово с Сербией тоже все на грани. И вроде как только отсрачивается эта страшная ситуация. Как мы оказались очень быстро в ситуации такой нестабильности? Это уже не история про какие-то локальные территориальные споры. Это уже какая-то большая глобальная история про какой-то пошатнувшийся мир. Ну да, я не политолог и не международник. И я не готов это квалифицированно разбирать. Но эмпирически ощущения совпадают. Кризис демократии совершенно очевидный. Вот этот вот золотой век, когда было ощущение, что мир идет в сторону, так сказать, прав человека, демократии, что есть ясное, вот я говорю, добро и зло, ясное направление движения. А те, кто нет, это маргиналы, так сказать, тянущие назад. Кризис демократии совершенно очевиден. Посреди Европы правые режимы. Да, есть абсолютно уже дошедший до расизма Орбан в Венгрии. Вполне правая власть в Польше. Да, Путин, Лукашенко посреди Европы. И, да, Брекзит. И некоторый раздрай в благородном европейском семействе в семействе ощущается, ощущается. И рулят, мы видим, появились вот эти вот альфа-самцы, Ирдоган, да не только Путин. Ирдоган, Орбан и так далее. То есть национальная идея очень поправила Европа там за последние 10 лет, ну и так далее. Еще недавно 10% Липена, ну неважно, папы или дочки, но 10% у Липена было, ну какой-то 10-12. Это что-то было совершенно максимально запредельное. Сейчас радуемся, что Липен не выиграла выбор. Да, могла, так сказать, все было очень близко. Это симптоматика очевидная. Некоторый кризис наблюдается. Но более подробно об этом говорить у меня не хватает. Слушайте, ну мы говорим с вами сейчас о правительствах, о политиках, но есть еще и международные некоммерческие организации. И вот сегодня Amnesty International опубликовала, ну какую-то там, не знаю, статью, пресс-релиз, или отчет какой-то о том, что Украина, такие подлецы, используют гражданские сооружения для того, чтобы маскировать ракетные комплексы и оружие и так далее. При этом, что касается России, такой публикации у них не было. И, как мы помним, какое-то время назад эта же организация, Amnesty International, отказывалась признавать Алексея Навального узником совести. Скажите, пожалуйста, почему это с ними такое происходит? Это какая-то международная бюрократия? Или им платят? Что это означает? Я не готов, я выступал недавно в Amnesty International, и, так сказать, все люди, все, так сказать, визуальные ощущения нормальные люди, с которыми можно разговаривать. А как работает бюрократия? Да, бюрократия рулит. И есть, конечно, вот этот вот крен. Ну, скажем, левый крен, он уже давно отрефлексирован, да, в том, что касается, ну, скажем, вот там, ну, это традиционные цифры, там, сотни резолюций ООН, там, касающиеся Израиля, нарушающего права человека, и где-то по одной, касающейся там Судана, Северной Кореи, Ирана, Ирака, да. То есть, если ориентироваться на резолюцию ООН, то самый ад творится, так сказать, в Израиле, да, а вокруг так более-менее прилично. Как работает европейская левая бюрократия? В общем, мы видим результаты этого. Это часть, это к ответу на прошлый вопрос, это часть общего кризиса. Симптоматика ли, или, так сказать, причина, почему разбегаются от либеральной идеи, в таком ее изводят? Не знаю, не готов конкретно, но, конечно, вещь вполне поразительная, вещь вполне поразительная, парадоксальная. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Несите свой важный вклад в борьбу с Путиным.